Добрый вечер или добрый день, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Я часто слышу, что ребята, ну как-то в той или иной степени жалуются, что им сложно. И ничего в этом нету, постыдного такого. Нельзя этих людей критиковать, потому что в действительности они живут на изломе, на переломе. Их жизнь круто меняется, они знают, что как бы то ни было, они сюда приехали в общем-то навсегда. И несмотря на то, что это в общем-то счастливый момент, все-таки люди чувствуют какую-то неуверенность, люди чувствуют какие-то сложности. И хотел бы успокоить ребят, сложности были всегда, сложности были и у нас. Я приехал сюда в 1999 году, это был март, то есть самое-самое-самое начало нашей осени. Жизнь казалась замечательной, сложности, сложности они притуплялись вот этой анестезией, того, что как классно, как хорошо. Но начало потихонечку наступать осень, становилось холоднее, я переехал жить поэкономнее. Мы тратили, по-моему, 115 долларов на троих на проживание в отдельном, так сказать, таунхаузен. Я бы сказал, что это настолько было гадкое жилье, настолько холодное, что, короче говоря, это было жилье, которому было без малого 150 лет. Это было одно из самых старых, один из самых старых домов, так называемое Heritage, National Heritage House. Его нельзя было толком ремонтировать, не нарушая целостности здания. И, естественно, хозяева это не делали, и нам приходилось жить в условиях, когда между стенами и полом была щель, куда однажды пролетел воробей, не коснувшись ни верхней части, ни пола, где не было, априори не было изначально гидроизоляции. Можете сами понять, какие были, в общем-то, какая была плесень, какое было состояние. И, как вы понимаете, если это старый кирпичный дом, у которого нет гидроизоляции, если вот такая вот обстановочка, и наступает зима, а зима в западном Сиднее, это даже не Сидней, короче говоря, было холодно. И однажды мы вот так вот приблизительно в это же время, так вот, дунули и увидели сильный пар. Как-то не обращали на это внимание, а тут вот тебе на пар. И еще Сергей сказал, говорит, ну ничего себе, здравствуй, жаркая Австралия. Ну что, приходилось как-то жить. Температура в комнате опускалась до плюс пяти у нас однажды. Температура в Литкомбе упала до минус пяти градусов ночью. Такое в Литкомбе больше не происходило. А вот в моем родном Виндзоре, точнее в районе Ричмонд, прям как раз я когда строил магазин Aldi, который сейчас успешно существует, вот, было минус пять, и были проблемы у людей, которые оставили машину с охлаждением, там охлаждение было вода, но не слышал, чтобы размёрзли двигатель, но, короче, были проблемы у людей. И вот нам как-то надо было с этим бороться, потому что мы вошли в зиму, не ожидая того, что нам нужно что-то утепляться как-то, мы просто об этом не думали. Вот, в итоге, конечно, мы спали, одевая на себя чуть ли не какие-то горнолыжные костюмы, и наши друзья, австралийцы, англо, так называемые, да, мы эти, австралийцы английского происхождения, они посоветовали нам hot water bottle. То есть, брать бутылки из-под сока, из-под кока-колы всякой, и наливать туда горячую воду. Кидаешь это всё в кровать, ложишься, ну, соответственно, и кровать нагревается, и сам нагреваешься, ну, в конечном счёте, это всё даёт тебе тепло, и ты засыпаешь. А потом, собственно, тело, одежда и одеяло, которые ты на себя накинул, это всё поддерживало как температуру до момента, пока вы не засыпаете полностью. Короче говоря, был однажды такой случай интересный. Валера, привет ему, если он когда-нибудь увидит это видео. У нас же бутылок было немного, потому что эти напитки стоили определённых денег. Соответственно, каждому по-братски по 3-4 бутылки. В общем-то, это было маловато. И, соответственно, приходилось где-то находить бутылки. И как-то Валера сказал, дураки вы все. И взял две молочные бутылки. Проблема в том, что молочные бутылки не предназначены. Они никакие, эти пластиковые, не предназначены для хранения каких-то горячих. Жидкостей, но точно молочные не предназначены. И где-то около полуночи, около часа ночи, когда холодрыга была страшная, мы проснулись от жуткого рёва, когда Валера сказал, ну, в таких не очень литературных выражениях, о том, что думает по всей Австралии, по жизни, которая нас окружает. Эти бутылки протекли. 4 литра воды промокнуло вот этот его матрас, его простыни. И, естественно, очень быстро, благодаря тому, что влажность большая, вот этого материала была, всё это охладело, и он оказался на мокрой, холодной кровати. Вот так мы жили. В итоге, конечно, нас другие австралийцы научили, сказали, что можно делать по-другому, можно прогревать всё это электроидеялами, электробланки. Купили мы электробланки, так кажется, они были дорогие, 30 долларов. Ну, учтите, что это практически столько, сколько мы в неделю каждый тратил на проживание. И, соответственно, всё-таки раскошелились мы, купили это. И с этого момента мы забыли про холод. Таким образом, те ребята, которые жалуются на то, что сейчас сложно жить, они должны понимать, что и тогда было сложно, и тогда были моменты, которые не очень были весёлые. Сейчас, конечно, смешно вспоминать о всём этом. Но вы не забывайте, что нам надо было очень рано вставать, надо было выспаться, надо было работать. Работу мы брали любую, и вначале это было 10 долларов наличными, порой 4-5 часов только, и надо было ехать. Машин не было. Соответственно, надо было ехать, бог знает куда, ради того, чтобы заработать 40-50 долларов. Сами понимаете, на транспорт, тогда не было карты опал, но надо было тратить на поезд, на автобус, туда-обратно. Короче говоря, было достаточно сложно с заработком денег. Но время, как я уже сказал, было молодое, время было весёлое, жить было приятно. И хотел бы вам сказать, что когда пройдёт время, когда вы останетесь в этой стороне, а вы останетесь в этой стороне, если вы уже здесь, по крайней мере, подавляющее большинство, не захочет отсюда уехать, и всегда будет возможность здесь остаться, люди останутся. И вот эти годы, когда вам точно таки жило, они навсегда запомнятся, как годы, которые были одним из самых счастливых в вашей жизни. Поэтому не унывайте, всегда помните о ход-вода боттл. Кстати, ход-вода боттл, такое сточевое выражение в Австралии, то есть, ну, грелка, да, его ещё применяют к девушкам, ну, а девушки к парням. То есть, вот тебе самая лучшая грелка на ночь для зимы. Кстати, о переносном смысле мы тоже поговорим. Как-то соберусь, может быть, сегодня сделаю этот ролик о том, как мы и эту проблему решали, на которую некоторые гунявые блогеры и некоторые студенты обращают внимание, как есть у нас проблемы с женским полом. Кое-кого есть проблемы психологические, вот. Проблем с женским полом в Австралии не было никогда, но это уже тема для другой беседы.